Всем привет! Это вторая часть видео по поводу того, как получить дроп от TrustWallet. В первой части мы рассмотрели первые два пункта, как их проходить, а 3-4 был тогда заблокирован. И вот как раз 3-4 уже появились, и сейчас мы это все сделаем. Для тех, кто прошлое видео не видел и не делал еще никаких действий, то снизу в описании я оставлю ссылочку на прошлое видео, можете зайти и повторить эти действия. Ну а прежде чем начнем, уже нужно мне все-таки говорить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под этим видео. Потому что с лайками проблем нет, а вот с подписками не особо. Почти все смотрят без подписки, ну по крайней мере половина точно. Если вам интересно реалити-шоу, как обычный человек может на криптовалюте заработать 100 тысяч долларов, то подписывайтесь и на телеграм-канал, я там показываю, как я это делаю. Все на своем опыте. Что получается, что не получается, все в открытую. Итак, приступаем. Находясь на главной странице TrustWallet.com, листаем в самый низ и переходим в раздел Community. Дальше я буду показывать на скринах, чтобы уже все было максимально быстро. Не ждать, пока Entret загрузится 3-10. В общем, находясь здесь, мы листаем немножко ниже до вот этого раздела, как делали в прошлый раз. Тогда были доступны Dowmaker и Helio, и Arriva Digital и Open Ocean. Мы даже не знали, что тут будет. Было просто вот заблокировано. Теперь они свободны. И мы приступаем. Нажимаем Arriva Digital. Переходим к ним на Twitter. Нажимаем вот это вот. Я так и не знаю, как ее называть. Спиннер такой. Нажимаем ретвитнуть сразу. Я сразу просто уже знаю, что будет такое задание. Ретвитнули. И нажимаем вот этот вот линк. По линку мы переходим вот сюда вот. Вот смотрите, просто в прошлый раз некоторые говорили, что у них открывается не тот кошелек. Что делать? Поэтому я тоже сымитировал такую ситуацию. Вот открывается кошелек у вас, который не надо. Вы идете в настройки расширений. Выключаете лишнее. Допустим, в моем случае, что тут MetaMask не нужен. Суевалит не нужен. И включаю Trust Wallet. Видите? Сделайте действие. Возвращаюсь на сайт, соединяю кошелек, разблокирую. И вот мы внутри. Смотрите. А, так. Меня надо переставить в другую сторону. Вот так. Так виднее. Первые два действия у нас выполнены. Первое это тот самый ретвит, который мы с вами сделали. И второе действие еще в прошлом видео мы подписались на Twitter Trust Wallet. Теперь, что мы делаем? Мы зайдем в Rio Wonderful Discord member. Будем их членом. Нажимаем Join Now. Открывается Discord. Присоединится к Riva Wonderland. Здесь можно нажать. Я пока тут осмотрюсь. Здесь нужно нажать Выполнить. Традиционно у нас в лысочке это окошко. Листаем немножко ниже. Ставим галочку и нажимаем Отправить. Все. Рады встрече. Мы уже внутри. Возвращаемся обратно. Нажимаем напротив Верифицировать. Он проверяет. И все. Зелененько. Это задание мы выполнили. Следующее. Нужно подписаться на Twitter. Нажимаем Follow Now. Здесь нажимаем Читать. Что было написано? Читаем. Возвращаемся назад. Нажимаем Верификация. Все. Все задания, видите, All выполнено. И появляется кнопочка Claim. Нажимаем ее. Идет процесс клейминга. Все. Сук из фул. Я никак не посмотрю, как это читается правильно. Нажимаем Посмотреть в Polygon Scan. Это важно, потому что задавали вопросы, почему не появляется в кошельке. Когда я выполнял прошлое, у меня тоже не в кошельке, вопт образились не сразу. Прошло какое-то время. Почему так? Не знаю. Те, которые я сейчас выполнял в кошельке, тоже NFT-шки еще не отобразились. Но нажав сюда, почему это важно. Нам главное, чтобы транзакция прошла в блокчейне. И мы видим, что в блокчейне сукис. Все хорошо. Транзакция пройдена. Значит, все у нас успешно. Если вот это все для вас сейчас сложно, то я сделал как раз для вас специальный обучающий курс. Очень простой, где я рассказываю, каким образом можно разобраться в мире криптовалют. Можете зайти по ссылке. Я ссылку оставлю в описании. Посмотрите на модули. Все очень аккуратно, грамотно, структурировано. Я потратил на него больше двух месяцев. Поскольку не так давно я сам был новичком, я прекрасно знаю, с какими проблемами сталкиваются новички. И этот курс реально сэкономит вам очень много времени и денег. И цены на обучение максимально адекватные. Абсолютно адекватные. Так что придете по ссылке, посмотрите. То есть всего лишь начало от 4 тысяч гривен. Всего-навсего. Согласитесь, это небольшие деньги для того, чтобы не совершить кучу ошибок в дальнейшем и сэкономить опять же время. И оплата тоже максимально простая. Это происходит в обычном нашем LeakPay, как в обычном интернет-магазине Украины. Это все максимально просто. Я записал даже в видео, как это делается. То есть все максимально элементарно. Вот. Так что переходите по ссылке в описании и мы продолжаем. Теперь мы возвращаемся обратно вот на этот экран. И теперь мы значит с вами сделали Ariva Digital и теперь Open OpenOcean. Здесь задание нам немножечко усложнили по сравнению с тремя предыдущими. Но ничего, я сейчас все покажу. Нажимаем OpenOcean и мы попадаем на их Twitter. Традиционно сразу делаем ретвит и после этого переходим по ссылке. Задание с ретвитом у нас выполнено, но оно еще не зеленое. Потому что нужно время, чтобы система это увидела. Либо мы вручную нажимаем Verify и все, оно уже зелененькое. Снизу это то же самое задание про Trust Wallet, которое уже выполнено еще в прошлом видео. Смотрите, вот это задание более сложное. Поэтому мы сейчас идем к простого сложного. Сейчас мы подпишемся в Twitter, нажимаем Follow Now, читать, меняем на читаю, возвращаемся, Verify, все это задание выполнено. Смотрите, чтобы выполнить это задание, да в принципе во всех заданиях есть описание. Если вот нажать вот на вот эту вот стрелочку, то откроется описание. Мы нажимаем здесь на стрелочку и у нас открывается больше информации. Мы нажимаем, это ссылка Open Ocean BNB Chain. Нажимаем на нее, у нас открывается такая вот страничка. Здесь нам нужно свапнуть что-нибудь в сети Binance Smart Chain. Именно вот в этом Open Ocean. Нажимаем подключить кошелек, выбираем наш Trust Wallet, говорим подтвердить, переключить, да переключить, потому что сеть будет Binance Smart Chain. Нажимаем переключить и все, мы наш кошелек переключили. Но у меня на кошельке сейчас нет BNB. То есть если я вот открою его, смотрите, видите, ноль. То есть кошелек тестовый, на нем ни хрена нет. Надо его чем-то пополнить. Пополнить в идеале именно BNB, потому что мы в сети BNB, нам в любом случае для совершения транзакции нужна будет именно эта валюта, именно этот токен. То есть если мы пополним чем-нибудь другое, даже в этой же сети, мы не сможем совершать транзакции, если у нас не будет BNB. Поэтому мы пополним немножко BNB. Вот если нажать сейчас на BNB Smart Chain, и у нас вот откроется вот ноль. Можно здесь отправить, получить, но это намного удобнее сделать. С мобильного приложения мы открываем наше мобильное приложение. И смотрите, что мы видим. И здесь BNB, и здесь BNB. И это BNB в разных сетях. С этим нужно быть очень осторожным. Дело в том, что в MetaMask у нас один адрес на все сети, на всю криптовалюту. Здесь устроено иначе. И честно, очень капец как неудобно. Бывает мы видим одно описание, заходим внутрь, там просто тикеры. Короче, очень тяжело здесь раздеплиться. В общем, смотрите, нам нужно вот это BNB Smart Chain. Именно это. Если у вас его не будет, вы нажмете вот эту вот штучку. Тогда откроется все криптовалюты, которые есть. В поиске нажмете BNB Smart Chain, все, вы его найдете. Значит, открываем его. И здесь мы нажимаем кнопку получить. Да, есть вариант купить. Я буду показывать вариант, когда мы подтянем наши деньги прямо с биржи Binance максимально простым путем. Почему Binance, если есть, кто не в курсе, то Trust Wallet это кошелек Binance. Изначально они его разрабатывали, но, как мы уже знаем, киты скупают все вокруг. И вот Binance в какой-то момент купил кошелек Trust Wallet. В общем, нажимаем кнопочку получить. И у нас открывается QR-код нашего адреса. И что удобно, есть, видите, недавно появилась пополнитель с биржи прямым переводом с вашего счета. Очень удобная функция. Нажимаем на нее и возможность пополнить сейчас есть только с Binance. Нажимаем Binance и открывается у нас страница, где мы выбираем, насколько мы хотим пополнить. Но, опять же, перед этим у вас на счету вашего аккаунта Binance должны быть BNB. Иначе, понятно, ничего вам не придет. И вот, кстати, видите, вот тут написано BNB Smart Chain BEP20. А когда, давайте, отлистаю назад, вот здесь, здесь не написано BEP20. То есть, для новичка это реальный капец. Это тупо неудобно. Понятно, профики знают, что Smart Chain это BEP20 и все дела. Но все равно можно натупить. Это, конечно, я считаю, им нужно прям срочно допиливать. Ладно, возвращаемся сюда. BEP20 пишем количество. Мне было интересно, сколько минимум Binance B можно перевести. Это 001. Пишем такую сумму и нажимаем, кстати, вот смотрите, комиссия сети. Обращать на нее внимание, чтобы знать, сколько с вас спишут. Нажимаем подтвердить. Появляется дополнительная информация. И мы опять нажимаем подтвердить. Это коды верификации нашего Binance. То есть, это мы сейчас в нашем обычном приложении. Нажимаем отправить код, отправить код. Либо через Google Аутентификатор, как у вас настроено. Записываем их. И все. Обработка перевода. Можно нажать посмотреть детали. И тогда вот более детальная информация, что происходит. Сейчас все дело в обработке. Ну, не дело, а транзакция. Я нажимаю назад, возвращаюсь сюда, нажимаю готово. И вижу вот такую вот страничку. Ну, то есть, такое сообщение, что обработка, что перевод займет несколько минут. Но я тут же, сразу же, сразу после этого действия открываю десктоп, где у меня было открыто, что здесь, помните, было ноль. Все, они уже на счету. То есть, это произошло, ну, может, не мгновенно, но буквально пару секунд точно. Возвращаюсь назад. Все, видите, вот не BNB Smart Chain. Все, они у меня есть. Сразу перевод по нынешнему курсу в доллары. Все прекрасно. Возвращаемся на страницу свапалки. И вот теперь можем уже свапнуть. По умолчанию здесь всегда стоит единичка, но у нас подключен наш кошелек. И мы нажимаем Max. И тогда подтягивается, видите, максимальное количество BNB, которое у нас есть на счету. Если Half, Half, это половина. Нажимаем Half, он пишет Half. Я, опять же, попробовал, можно ли отправить 0.01. Да, он разрешает свапнуть. Я нажимаю Swap Now. Открывается обычное окно. Что мне здесь понравилось? Очень удобная функция. Receive USD to another address. То есть, можно перевести при свапалке не сюда, а сразу же перевести на другой адрес. Это, конечно, интересная функция. Но нам она не надо. Мы нажимаем подтвердить ордер. Подтверждаем транзакцию. Да, здесь тоже комиссия есть. То есть, все у нас видно. Примерно 15 секунд написано. Это будет проходить. Нажимаем подтвердить. Все, transaction sent. Опять же, смотрим в блокчейне, чтобы убедиться, что все хорошо. И сразу же вы видите pending. То есть, в процессе. Проходит там несколько секунд. И все, окошка поменялась. Мы увидели Sukias. И это замечательно. Теперь мы возвращаемся сюда. И нажимаем verify. Все. Мы выполнили все задания. Галочка зеленая. Есть кнопочка claim. Мы нажимаем ее. Идет процесс клейминга. Все. Claim Sukias full. Опять нажимаем посмотреть в блокчейне. И видим, что все. Sukias. У нас все получилось. Мы молодцы. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. И ставьте лайк под этим видео. Если у вас есть вопросы, что-то осталось, задавайте в комментариях. И увидимся в следующих видео. Всем добра. Всем профита. Слава Украине. Слава Украине.